Здравствуйте! Сегодня в программе «В центре внимания» мы подводим итоги года спортивного и говорим о планах на будущее. И на наши вопросы отвечает Андрей Гебадуллин, начальник управления физической культурой и спорта мэрии города Архангельска. Андрей Рафаилович, здравствуйте! Здравствуйте! Завершается спортивный год. Какими самыми яркими событиями он был ознаменован для архангельских спортсменов? Я хочу сказать, что у нас в городе Архангельске в течение всего года проводилось большое количество мероприятий, как городского, областного уровня, так и всероссийские мероприятия, чемпионаты первенства России. И на всех соревнованиях успешно выступают спортсмены города Архангельска. У нас жители города Архангельска присутствуют и в сборных России, в сборных Архангельской области. И поэтому я считаю, что мы достойно представлены на самых высоких уровнях спорта. Основой массового спорта в Архангельске, конечно, представлены детские и юношеские спортивные школы. А сколько детей сейчас там занимается? У нас 9 спортивных школ, одно учреждение физической культуры. 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в наших детских спортивных школах по 38 видам спорта. Есть, конечно, серьезные достижения. Наши спортсмены занимают призовые места на международных соревнованиях. Вы можете назвать какие-то имена наших известных прославленных спортсменов? Да, я хочу сказать, что у нас в этом году двое учащихся детских спортивных школ стали не просто членами сборной нашей страны. Они заняли высокие места. У нас по спортивной акробатике Валерия Белкина не просто выступила успешно на чемпионате России, но и в составе тройки сборной России на чемпионате мира заняла второе место и выполнила норматив мастера спорта международного класса. У нас учащийся детской спортивной школы номер 3 Илья Ситников очень успешно выступил на первенстве России и вошел в состав сборной России, погреблен на байдарка Каноя. При том, что, интересный факт, он у нас является жителем Октябрьского округа, живет на Кега и занимается в филиале нашей детской спортивной школы на этом острове. То есть у нас не только те, кто в центре живут, имеют возможность не просто заниматься, но и успешно выступать, но и на отдаленных территориях. Ну и по другим видам спорта, может быть, достижения не такие значительные, но у нас постоянно есть детская спортивная школа, сейчас будет у нас подведение итогов. 19 числа у нас закончился конкурс «Спортивный Олимп», где лучшие будут 19 числа награждены. Мы их собираем, и 10 лучших спортсменов, команда лучшая, которые показали наиболее значительные результаты, будут премированы, состоится праздничный концерт. Я думаю, что мы отметим этих ребят и остальным ребятам, которые учатся в детских спортивных школах, дадим какой-то определенный посыл, то есть мотивацию для того, чтобы еще больше заниматься спортом ради достижения высоких целей. А какие в целом виды спорта пользуются наибольшей популярностью? Какие открываются новые секции, может, по каким-то новым видам спорта открываются ли вообще? Ну, я могу сказать, что вообще в Архангельске спорт очень популярен, и я даже не могу сказать, что у нас есть какие-то виды направления, где у нас есть много предложений мы даем, и нет вообще никакого спроса. У нас детские спортивные школы, буквально вот как только объявляем набор, за неделю у нас все бюджетные места, у нас все занимаются, то есть 7,5 тысяч для нас набрать, это не вопрос у нас в городе Архангельске. У нас есть популярные виды спорта, в которых очередь стоит, и мы могли бы, конечно, увеличивать и увеличивать количество групп, но тут, естественно, сталкиваемся с нехваткой именно специализированных спортсооружений и тренерских кадров, то есть это тоже определенный момент. Но я могу назвать все популярные, фигурное катание, хоккей. У нас сейчас очень выросло количество занимающихся настольным теннисом, плавание, то есть популярные становятся виды спорта легкая атлетика, волейбол, баскетбол. То есть я могу перечислять практически все 38 видов спорта, флорбол, шахматы. Люди звонят в сентябре и говорят, а помогите, пожалуйста, устроиться в секцию. Я говорю, так вы приходите, так уже все, очередь стоит, ну а мы должны записывать всех, кто вот, ну вот, человек пришел, и мы его берем. Главное, чтобы он по здоровью подходил, ребенок, и было желание заниматься. Поэтому проблем с набором детских спортивных школ у нас никогда не было. Архангелогородцы любят спорт. Ну вот, к другой немножко теме. Для развития спорта имеет большое значение, конечно, это материально-техническая база. Что в этом году было сделано в этом направлении? Ну, у нас, мы должны сказать, что в основном вся спортивная база у нас сосредоточена в детских спортивных школах, ну вот и в скульптурно-спортивных центрах имени Личокина в Северном округе. Постоянно выделяются средства на капитальные ремонты, на текущий ремонт, чтобы поддерживать в должном состоянии. При этом не просто в должном состоянии, но мы еще и улучшаем постоянно базу. Закупается оборудование современное. В этом году мы получили, вот сейчас будем получать оборудование, которое было закуплено в рамках, вот, совместно с Министерством спорта Архангельской области и с Министерством спорта Российской Федерации по поставке оборудования для спортсооружений. Это получит у нас Искагорский детский и юношеский центр. То есть у нас на окраине появятся современнейшие тренажерные залы, у нас появится покрытие для флорбола, то есть будет самый, можно сказать, по всем требованиям сделан, с бортами, со всеми. То есть мы можем принимать соревнования любого уровня. У нас в этом году, мы в Маймаксе, был произведен, в мэрии города были выделены средства на реконструкцию, на ремонт помещений, которые нам были даны, училища, это были цеха учебные. Был сделан ремонт детской спортивной школы «Каскад», и теперь там открыт клуб, открывается клуб. Сейчас получаем лицензию на образовательную деятельность в этом клубе, все разрешительные документы, и современный зал единоборств, современный тренажерный зал, это позволит, ну, наверное, в Маймаксе такого никогда не было, позволит ребятам не ездить в Соломбол, не ездить в Северный округ, не ездить в центр города, а непосредственно по месту жительства заниматься популярными видами спорта. Ну, конечно, не секрет, что многое зависит от руководителей детских и юношеских спортивных школ. Вот и Сокогорский детский и юношеский центр, и детская и юношеская спортивная школа «Каскад», о которой вы сказали, да, своими успехами, во многом обязаны, конечно, своим директорам. Как вы оцениваете директорский корпус учреждений города? Ну, я хочу сказать, что вообще учреждения детской спортивной школы — это уникальные учреждения, и требования к директорам, к людям, которые занимают данную должность, они довольно-таки высокие, потому что человек должен быть не только спортсменом, понимающим в спорте, да, причем во многих видах спорта, потому что у нас практически все школы комплексные, 6, 7, 8, есть 10 видов спорта в рамках одной школы. Человек должен обладать знаниями как управленец, финансовое у нас хозяйство, и при этом он еще должен быть обязательно знаком, он у нас все учреждения образования, он должен понимать в педагогике, да, то есть требования. В настоящее время вот все люди, которые у нас назначены нашу должность, они ведь не просто так приходят, они проходят собеседование в управлении, проходят собеседование у Виктора Николаевича, то есть он отслеживает прием каждого человека, потому что каждая школа уникальна для города, и поэтому требует особого внимания. И среди них есть люди, которые вот, они просто вот у них идеи, вот идеи они пытаются, вот развивают, они все в этом, но кто-то больше, кто-то меньше, а такие как Никифоров Николай Васильевич, Вегера Андрея Васильевич, они в определенной степени, как и все директора, люди уникальные, они не просто как бы дают идеи, да, и они вот этим живут, то есть иногда даже приходится немножко притормаживать, что давай вот мы сначала вот это сделаем, вот это у нас, вот мы на этом сосредоточимся, создадим, покажем, они идут, вот им хочется как можно больше сделать, то есть вот это вот, открытые клубы в Маймаксе, Высокогорке это вообще уникальный комплекс, когда с помощью мэрии города, ну тут нам большую помощь, конечно, Виктор Николаевич оказывает, в этом плане, что помогает, вот территория была у нас, которая была бывшая база, теперь это у нас стадион, лыжный стадион, лыжная база находится, у нас была в этом году открыта современнейшая площадка универсальная, то есть с покрытием в городе Архангельске еще такой площадки нету, у нас в этом году были обновлены, теперь там современнейший хоккейный корт, пластиковые борта, сетка, все, то есть с помощью наших директоров мы решаем такой объем работы, и нам позволяет делать такие вещи, что если бы приходили просто люди, которые сидели бы, ну вот, как говорится, от восьми до пяти, да, это было бы не то, то есть на такими вещами занимаются люди, фанаты своего дела, в хорошем смысле слова. Ну, хотелось бы поговорить еще об одной ключевой фигуре в занятиях спорта, о тренерах поговорить, что делается для поддержки тренерского состава, и выполнены ли обязательства по повышению зарплаты работникам этой сферы. Ну, это еще одна уникальная должность, да, тренер-преподаватель, я думаю, что в мире нет такого универсального, такой универсальной профессии, тренер-преподаватель, мы знаем, да, тренер-преподаватель по шахматам, по альпинизму, какой уровень, разрыв, требований ко всему этому нужно, абсолютно разные виды спорта, человек должен быть и педагогом, и специалистом по своему виду спорта. В городе Архангельске у нас более 150 тренеров-преподавателей, которые занимаются в детских спортивных школах. Средняя заработная плата в настоящее время, могу сказать, то есть у нас требования 26 тысяч средняя заработная плата, в настоящее время в учреждениях детских спортивных школ города Архангельска средняя заработная плата тренеров-преподавателей 28 тысяч. То есть в какой-то степени мы даже перевыполняем этот аспект. Грех жаловаться на этих людей, которые посвящают все свое время, все порывы своей души, то есть они не просто тренируют детей, они сопровождают их на соревнованиях, они в течение всего года отслеживают их здоровье, они работают с родителями, то есть благодаря этим людям, в принципе, и рождаются наши олимпийские чемпионы. Так что мы только с благодарностью. А все, что от нас зависит, все эти задачи, которые ставятся, в том числе и по оплате труда, мы будем выполнять. Ну и еще к другой немножко теме. Массовые занятия спортом, они подразумевают соответствующую инфраструктуру. Строятся ли в Архангельске новые спортплощадки? Ну я хочу сказать, вот я уже упомянул о том, что в этом году мы открыли и клуб, построили, сделали клуб Мэмакси. У нас новая универсальная площадка Усегорско-детско-юношеского центра. Мы достраиваем, то есть у нас в следующем году будет достроен стадион в Северном округе, который с нетерпением ждут и футболисты, и легкоатлеты, и уже строят планы на следующий сезон именно вокруг этого спортивного объекта. На следующий год у нас запланировано строительство, обустройство двух спортивных площадок. Это поселок Силикатчиков, округ Воравина, Фактория и в Цигламине. То есть тут мы рассчитываем на то, что нам поможет и областной бюджет. То есть мы каждый год участвуем в конкурсе на получение субсидий, на обустройство спортивных площадок в этом году заложили свои средства. И я думаю, что в следующем году уже к началу сезона у нас и в Цигламине, и на Силикатчиков появятся новые площадки. Ну, о зимнем сезоне теперь уж, да, поговорим, который неразрывно связан с массовыми катаниями на коньках. В этом году архангелогородцев будет возможность покататься на коньках, на катках бесплатно? Ну, все спортивные площадки зимние, у нас как ледовые, так и лыжные трассы, они все у нас бесплатные. То есть у нас по программе физкультура, здраво и спорт выделяется достаточно средств для того, чтобы мы обустраивали эти площадки. В настоящее время у нас есть договоренности о 18 площадках на территории города, именно ледовых площадок. Они открываются как при детских спортивных школах, большие, как при Северном округе, в Соломбале, Сыгорский детский и юношеский центр, детская спортивная школа номер 2. Также открываются они при общеобразовательных школах. В прошлом году мы изготовили площадки, установили площадки в общеобразовательных школах, также по месту жительства. Конечно, заявок очень много у нас вообще по городу заливать, но вот в настоящее время у нас возможности позволяют, я думаю, что это значительное, это вот именно бесплатные 18 площадок. Начали уже работы по многим, некоторые уже в эти выходные принимали первых катающихся. Вот у нас уже были катающиеся в Иссегорском детском юношеском центре, была площадка, залитые уже катались, и дети уже хотели кататься даже на первичный лед, который заливают, самый первый слой, на силикатчиков. Но, к сожалению, температура, которая у нас была вчера, сегодня, ну с понедельника, нам немножко картину испортила, то есть сбила настрой по заливке других площадок. И вот эти площадки, они у нас, лед стал мягкий, то есть, ну, не пригоден для катания. Но я думаю, что мы сделаем все, чтобы они у нас открылись, как только погода позволит. Я более того хочу сказать, что решением Виктора Николаевича из резервного фонда были выделены средства на приобретение специальной техники. Это специальная машина, у нас в настоящее время проведен конкурс, подписывается контракт с подрядчиком на поставку специального автомобиля для лучшей подготовки льда. То есть, они будут базироваться на базе стадиона «Волна», детско-спортивной школы номер 6 в Соломбале. Но был выбор именно по той технике, которая может передвигаться и по городу. То есть, мы, где есть возможность, будем готовить лед, ну, как бы, вот, как говорится, идеальный лед, ну, приближенный к нему на максимальное количество площадок, чтобы у нас был уменьшен травматизм, определенные жалобы, которые у нас возникают, потому что погода разная бывает, лед портится, сколы образуются. Такая техника нам позволит вот все это дело неровности убирать. И на многих площадках у нас будет лед не хуже, чем на стадионе «Динамо», на стадионе «Труд». Ну, а теперь к спорту для ветеранов и пенсионеров. Что делается, какие программы существуют для вовлечения пожилых людей нашего города в спорт? Ну, у нас в спорте нет понятия пожилой, старый и все остальное. У нас есть в спорте возрастные категории, а для людей, которые, ну, переходят на любительский спорт, у нас есть такое уважительное звание ветеран спорта. И для этой группы людей у нас проводятся мероприятия. У нас существует областная организация ветеранов спорта, с которой мы дружим там. У нас заключены интересные спортивные мероприятия. Это такое комплексное мероприятие «К здоровье для северян». Оно проходит в городе Архангельске, в городе Северодвинске, в городе Новодвинске. Там по десяти видам спорта они соревнуются, собираются. Это и игровые виды спорта, это шахматы, это гири. Они имеют возможность встретиться, поучаствовать, кто сильнее выявить. И, ну, между собой пообщаться. Также у нас по многим федерациям существуют клубы. У нас прекрасно развито вот именно это ветеранский спорт в настольном теннисе. То есть у них есть и клуб для ветеранов по настольному теннису. У них большое количество возрастных групп непосредственно при проведении соревнований. То есть когда мы проводим чемпионат города по настольному теннису, то мы должны понимать, там есть такие возрастные группы, как от 70 до 80, к примеру. То есть они все, возможно, в этом возрасте вообще думают о спорте. А когда приходишь на эти соревнования, видишь людей, которые играют в теннис, я бы против них не смог бы, наверное, выиграть. Поэтому у нас эти люди не потеряны. И всякий, кто хочет заниматься спортом, ну, независимости, до оптимального, до самого такого возраста, могут найти у нас в городе Архангельске. Я могу напомнить всем, что у нас существует такой прекрасный клуб здоровья, как Гандвик, которые проводят и забеги выходного дня, и развивают скандинавскую ходьбу, как сейчас популярно именно в этой возрастной группе. Поэтому мы с ними тоже сотрудничаем. Они у нас на безвозмездной основе в спортивной школе находятся. Поэтому мы всегда находим время, возможности помочь. У нас день, как мы назовем, день пожилого человека, всегда проходят мероприятия, посвященные этому празднику. Ну и вот о будущем немножко, да, заглянем вперед. Наступает 2015 год. Какие инновации в сфере спорта ждут архангелогородцев? Ну, следующий год у нас, наверное, пройдет под знаком внедрения норм ГТО. Это было... У нас Владимир Владимирович Путин дал задание в этом плане. Город Архангельск вместе со всей Архангельской областью, со всей страной присоединяется к этому мощному порыву. То есть мы организуем определенные мероприятия, которые связаны с приемом тестов. В следующем году это будут массовые мероприятия. И я думаю, что многие у нас мероприятия в следующем году пройдут под знаком 70 лет победы. То есть это тоже как бы знаковое для следующего года. Мы организуем некоторые мероприятия именно в рамках празднования 70-летия победы. И многие мероприятия пройдут под этим символом. У нас, в связи с тем, что у нас появится новый такой мощный спортивный объект, как универсальный стадион в Северном округе, мы связываем с ним много планов. То есть проведение массовых мероприятий, куда мы сможем привлечь население, которое, возможно, еще как бы не видит себя в спорте, но мы уже видим их рядом с нами. Поэтому это как бы наш определенный секрет. Мы сейчас все это дело разрабатываем и дадим как в определенной степени новизна. То есть это будет новое. Поэтому мы готовы каждый год. Мы понимаем, что людям хочется вот что-то такого. Я думаю, что вот что-то такое-то мы им и дадим. Будем надеяться. Год будет спортивным. Андрей Рафаилович, напоследок, наверное, такой вопрос. Какой вы вид спорта предпочитаете? Я всю жизнь занимался единоборствами. Я был тренером в детской спортивной школе. Поэтому, наверное, вся многоплановость данного направления, она мне интересна и до сих пор. То есть я отслеживаю, смотрю, слежу. Андрей Рафаилович, я благодарю вас за беседу. В центре внимания был Андрей Гебадуллин, начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Архангельска. Оставайтесь на телеканале ПС. До встречи. Продолжение следует...